На фоне вот такого моря хочу вам немножко расскажать про вьетнамские деньги. Значит, по Вьетнаме официальная валюта Дон. Кое-где принимают доллары и евро, но принимают их по невыгодному курсу, поэтому советую все-таки менять. Что по обмену? Где менять? Где выгоднее? Меняют во всех ювелирках. Обменников как таковых нету. Если мы меняем ювелирки, смотрите просто по курсу. Самый выгодный курс в Ничанге, в сокровищах Ангкона. Причем важный момент. Смотрите, обычно мы привыкли прилетать на курорт и вести с собой мелочь, чтобы дать какие-то чаевые, чтобы кто-то расплатить с этой мелочью. Во Вьетнаме не прокатывает. Здесь чем ниже ваша валюта, имею в виду номинально, там евро, два, доллар, например, пять долларов, тем ниже у вас будет курс. То есть выгоднее менять пятьдесят, сто долларов. Это вот вам на заметку. Значит, курс в среднем, если меняем пятьдесят, сто долларов, это двадцать три триста, двадцать три триста сорок, двадцать три триста восемьдесят. Примерно так. Дают за... Получается за один доллар. Если у нас меньше пятидесятки, то курс будет, возможно, даже ниже двадцати трех. В аэропорту менять невыгодно. То есть нам туристы, как-то перед тем, как мы сами летели, не туристы, а турагент сказал, ой, меняйте в аэропорту. Ну, мы чуть-чуть поменяли, и мы поняли, как мы ошиблись. То есть турагенты тоже бывают плохи, конечно. Поэтому менять только в городе, в Ничанге. Ну, если вы живете в Муйне, то, естественно, в Муйне. Что по курсу? Что проще было? Ну, нам нужно как-то ориентироваться, да, что, сколько стоит. Поэтому вы, пожалуйста, откидывайте тысячи. То есть мы убираем три нуля. В российские рубли мы переводим, просто умножаем на три. И если мы еще раз умножим на три или на ноль ноль три, то получим белорусские рубли. И так будет удобнее ориентироваться в деньгах. Вообще я хочу сказать, что питание достаточно дешевое. То есть вы можете на какой-нибудь суппо и коктейль выпить в зависимости от кафе, от региона, от 50 до 80 тысяч, и чувствовать себя прекрасно. Я имею в виду 80 тысяч тонн. То есть поэтому питание достаточно бюджетное. Манго стоит там 18-20 тысяч тонн за штуку, но они же такие сочные, мясистые, ароматные. Мы вчера купили такое обалденное манго. За столько дней во Вьетнаме такого еще не ели. Цены очень приемлемые, очень доступные. Поэтому в плане брать с собой, да, сколько денег брать с собой, просто рассчитывайте на то, во-первых, на каком вы питании, сколько раз вам нужно покушать, какая у вас семья. То есть в среднем цена на человека, но рассчитывайте на 100 тысяч, чтобы вдруг где-то меньше, где-то больше. Примерно на 100 тысяч на человека рассчитывайте, и из этого сможете понять, сколько вам денег брать с собой. Вся сувенирная продукция, вся лекарственная продукция. Очень, в принципе, дешевая, я бы сказала. То есть можно затариться. Мы так и сделали. У нас уже, мне кажется, у полугруппы перевесные чемоданы, но будем как-то с этим справляться. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»